Рождение увлекательное и ни с чем не сравнимое событие, как у животных, так и у людей, но некоторые роды идут не так, как ожидалось, так и в сегодняшней истории. Невероятные сцены произошли на австралийском ранче крупного рогатого скота в мае прошлого года. Дэвид и Джулиан Грэм были опытными владельцами ранчо, обосновавшимися в своем районе Бананг-Эст-Гипсленд. Ферма была очень успешной и являлась неотъемлемой частью района. Они прекрасно разбирались в скотоводстве и соседним фермам повезло, что вокруг были такие опытные люди. Супруги в основном помогали с рождением нового скота, их часто призывали помочь с родами других животных в Эст-Гипсленде. Год прошел, очень хорошо с успешными родами по всему региону. Дэвиду и Джули особенно повезло, что они уже успешно родили 8 телят на собственной ферме. Когда Дэвид узнал, что еще одна породистая гирефордская корова беременна, он был в восторге. Дэвид и Джули начали типичное приготовление к беременной корове. Они внимательно следили за ней, уделяя особое внимание ее самочувствию и здоровью. Вначале весь скот жил вместе в главном коровнике фермы, где жило несколько поколений коров. Однако через несколько дней Джули заметила, что ведет себя немного вяло, чем обычно. Она стала меньше есть и казалась нездоровой. Итак, корову вывели из большого сарая, чтобы она побыла в одиночестве и отдохнула, ожидая родов. Рядом с фермой был небольшой сарай, где они могли разместить беременную корову. Здесь корова могла спокойно подготовиться к рождению. Ей давали много пресной воды и еды, и она чувствовала себя комфортно на новом месте. Так что беременность началась благополучно. Но через несколько недель ситуация должна измениться. Корова начала есть большое количество корма, каждый день. Она также значительно выросла с тех пор, как переехала в меньшую конюшню. Если бы пара была новичком в сельском хозяйстве, они могли бы запаниковать из-за быстрых изменений в их корове. К счастью, Дэвид и Джулия были очень опытны, и сразу заподозрили, что может быть причиной ее необычного аппетита и увеличения веса. Учитывая ее рост и характер, Джулия начала подозревать, что беременна двойней. Коровы нередко рожают близнецов, однако это также не очень распространено. Вероятность такого события составляет около 2%. Но этот факт был далеко не необычным в этом рождении. То, что последовало дальше, не оставило равнодушными опытных фермеров. Но сначала они ничего не подозревали обо всем этом, и занимались своими делами. Супруги были убеждены, что благодаря многолетнему опыту, они способны справиться с этой задачей и уверенно сопровождать корову до самого рождения. Прошло время, а живот коровы продолжал расти. Наконец пришло время родов. Дэвид и Джулия внимательно наблюдали за коровой. Дэвид шел разумным начать искать признаки ранних родов на месяц раньше, потому что, если у коровы будут близнецы, велика вероятность того, что роды произойдут раньше. Близнецы часто рождаются на несколько недель раньше. Вскоре после того, как Дэвид и Джулия начали так внимательно наблюдать за коровами, они увидели признаки того, что начались роды. Соседи, жившие за несколько ферм, смогли услышать события той роковой австралийской ночи. Роды были долгими и тяжелыми. Через некоторое время, первый теленок был готов увидеть свет. Дэвид помог вывести животное руками в перчатках, а Джулия сосредоточилась на том, чтобы сделать мать максимально комфортной. Супруги закричали от восторга, увидев здорового теленка, нежно держащегося в руках Дэвида. Джулия взяла ребенка, чтобы помыть его, и предложила ему что-нибудь попить. Дэвид остался с матерью коровой, немного почистил ее, и похвалил ее за ее усилия до сих пор. Затем он приготовился к другому теленку. Джулия вернулась через несколько минут, как раз в тот момент, когда Дэвид вслух задавался вопросом, не ошиблись ли они насчет близнецов. Может быть это была просто тяжелая беременность, из-за которой ее аппетит повысился больше, чем обычно. Джулия села рядом с Дэвидом, чтобы помочь ему с его рассуждениями, когда их прервал крик коровы. Как раз когда они думали, что их работа сделана, еще один ребенок казалось был готов войти в мир. Дэвид почувствовал, как слезы наворачиваются на его глаза, а Джулия слегка рассмеялась над его сентиментальностью. Дэвид и Джулия быстро вернулись на свои места. Дэвид сзади и Джулия у коровьей головы. Через несколько минут нажатия родился еще один теленок. Молодец, Джулия похвалила корову. И Давид вынес младенца, чтобы корова увидела. Какой абсолютный успех. Два здоровых малыша. Самец и самка благополучно родились в ту ночь, и мать выглядела так, будто полностью выздоравливала. Дэвид и Джулия снова сели на траву, каждый держал по ребенку. Они думали, что их работа сделана, но вскоре их ждал удивительный сюрприз. В головокружительной тишине после рождения близнецов корова очень странным образом отталкивает своих малышей, когда они пытаются приблизиться к ней. Джулия подумала, что возможно захочет покормить ее грудью, но корова осталась в том же положении, в котором она родилась. Похоже она была в бедственном положении, что очень сбивало с толку, учитывая, как хорошо прошли роды. Давид отложил телят в сторону и подошел к матери, чтобы осмотреть их. То, что он тогда увидел, потрясло его до глубины души. Дэвид наклонился, чтобы посмотреть, что происходит. Потом он заметил, что корова не готова рожать. Он кричал, чтобы привлечь внимание жены. Потом они приступили к работе. Мужчина быстро надел новые перчатки, а корова плакала и скулила от боли. Джулия тоже подошла, чтобы поддержать и утешить корову. Совершенно потрясенная, пара устроила своей корове третье рождение. Дэвид и Джулия обрадовались, у них тройняшки. Дэвид не мог не кричать тройняшки и предупредил всех соседей, но на этом история не заканчивается. Удивительно, но корова еще не закончила рожать. Сквозь слезы, эйфории и восклицания радости Дэвид и Джулия помогли родить четвертого ребенка. Вероятность того, что корова родит тройню, составляет примерно один из десяти тысяч. Шансы родить четверню снова были значительно ниже. Дэвид и Джулия с большим облегчением увидели, что их корова наконец-то погрузилась в мирный сон. После рождения четвертого ребенка мать должна полностью выздороветь, и за одну ночь фермерская семья выросла на четырех человек. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.